Юбилейная 30 серия, полу-юбилейная. Начинается с того, что Джонни Третий нашел Республику Дэйва. И... Не с места, мистер. Что это ты делаешь в Республике Дэйва? Хе-хе-хе, Маргаритка. Я не причиню никому вреда. Что это за место? Это Республика Дэйва, Дурила. Она названа в честь президента папочки. Если хочешь здесь остаться, поговори с ним. Так это при мне дверь? Думаю, неплохо было бы... Кто такой Дэйв? Почему у него собственная республика? Он президент Республики Дэйва. Вот кто он. Не веришь мне? Спроси в музей Дэйва. Музей Дэйва тут? Ты не можешь просто так здесь ходить. Сначала надо получить разрешение президента Дэйва. Ну-ну. Думаю, было бы неплохо встретиться с Дэйвом. Ладно, я отведу тебя к нему. Но президент Дэйв не особенно жалует чужаков. Ну-ну. Ладно, пошли со мной. Пошли. Так. Заходим в Республику Дэйва. Серьезная, ребята. Настоящая Республика. Бромины тут, все дела. Так. Надо приодеться, наверное. Слышишь? Республика Дэйва. Парик баттона. Бартер плюс 5. Речь плюс 10. Интеллект плюс 1. И-и-и-и. И все. И все. Боевая броня рейнджеров можно уже починить, потому что ковать смерти пробил меня. О, Джонни готов входить в Республику. Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Ты так медленно плетешься, Маргаритка. Слышишь? Это кто? Боб. Билли Боб. Со стволом. Сразу. Сюда? Капитолий Республики Дэйва. Ну. Ну и она заходит. Капитолий. Так. Неплохо выглядит ее Республика на самом деле. Хм. Там все ходят. Квантовая Деркола. Президент папочка. Тот чужак с пустошей хочет вас видеть, сэр. Сэр. Эй, привет. Ты поиграешь с нами в Республику? Сейчас да, мы этим и занимаемся. Сэр. В этой Республике появился новичок. Ну-ну. Я Дэйв, президент Республики Дэйва. Ты будешь обращаться ко мне, господин президент. Или я прикажу тебя казнить. Что тебе нужно? Гражданство, политическое убежище или отдых в Республике Дэйва? Достойнейший президент Дэйв, я посол пустошей. Да. Великолепно. Приятно знать, что пустоши наконец-то признали суверенную Республику Дэйва. Если народ пустошей будет щедр и почтителен, я могу подумать о вашем присоединении. Так. Господин президент, вы знаете Гуля по имени мистер Краули? Давно уже я не слышал этого имени. Еще перед тем, как меня выбрали президентом, я работал с наемником по имени мистер Краули. В составе одной экспедиции мы отправились в форт Константин. А что случилось в форте, господин президент? Двое из нас погибли, включая Краули. Остальные выполнили задачи экспедиции и получили за это деньги. Сэр, мистер Краули жив, господин президент. Он ждет, пока я принесу ему ключ, сэр. Шриф? Я часто думала бы, его заперли вместе со стаей Дикий Гулей. Но они не напали бы на Гуля, понимаешь? Ключ это часть сокровищницы республики Дэйва. Я не могу... Значит он превратит Краули превратился в Гуля сам. Если бы вы подарили мне ключ, господин президент, это было бы тонким стратегическим ходом с дипломатической точки зрения. Хмм, конечно было бы. Я знал об этом. Просто проверял, сумеешь ли ты это осознать. Вот. Биржи пить. Это дар пустота. Железные переговоры сегодня у нас. Так. Там был еще смешной диалог. Я краем глаза увидел, что ваша республика фарс. Давайте спросим, что происходит, господин президент. Проходит выборы нового президента. Оооо. Не удивляйтесь, разве вы не видите, это республика? Я правда не знаю, я здесь совсем недавно. Значит ты ищешь знания, да? Так вот, выборы, это то, что отделяет президента вроде меня, от монарха вроде моего отца. Угу. Так твой отец был монархом, ты стал президентом. Каким образом? Мой отец унаследовал политическую власть с рождения и назвал свою великую страну королевством Тома. Я тоже унаследовал политическую власть от отца, но когда я взошел на престол, то создал республику, чтобы народ сам выбирал своего лидера. Угу. Я могу помочь с выборами, господин президент? Ладно. Конечно. Почему бы и нет? Люди вечно затягивают с голосованием до последней минуты. А я бы хотел побыстрее с этим покончить. Угу. Готов дать пару крышек, если ты попросишь всех совершеннолетних дойти сегодня до кабинки голосования, чтобы я сделал свою победу официально. Угу. Впрочем, мне по-любому волноваться не о чем. Народ знает, кто возглавляет республику. Ну-ну. Так. Проголосовали. Ну это понятно, можно всех перестрелять тут. Расскажите о республике, господин президент. Чужаками и всеми их вопросами обычно занимается департамент туризма. Поэтому давай побыстрее. Влазские планы по развитию республики. Республика Дейва. Это единственная суверенная держава на пустошах. Последний островок цивилизации в мире. Однажды все жители пустошей станут гражданами республики и познают величие своего президента. Ну-ну. Вы здесь за главного? Ну да. В качестве президента я возглавляю департамент прав туристов, департамент по иммиграции и бюро Дейва подобных дел. Почти так же, как должностью президента, я горжусь постом главнокомандующего армии Дейва, самой мощной военной единицы пустоши. Ну-ну. Больше о вас, господин президент. Я освободил этих несчастных людей от диктатуры Тома, бывшего монарха королевства Тома. Разумеется, народ избрал меня своим президентом. Так и появилась республика Дейва. Ох. Ну, антиутопия, ну, это суперутопия, да? Все, что надо было знать. Ну, тогда отлично. Так, обсудить выборы. Выборы еще идут. Что ты хочешь узнать? Какие есть кандидаты на выборах? Один я. Зачем народу кто-то еще, кроме Дейва? Я даю им все, о чем они просят. Угу. Мне хотелось бы выставить свою кандидатуру. Мне очень жаль, но кандидат в президенты должен быть гражданином республики. Так что ты не подходишь. А я сказал, что я уже от пустоши, да? То есть, вроде бы можно было. Кто имеет право голоса? Боб, Шона, Джессика, Рози и я. В республике, если тебе уже можно носить оружие, то и голосовать... 18+, да? Рози и Джессика обычно здесь, в Капитолии. Оба обычно можно найти неподалеку от клеток Браминов. Шона заведует музеем Дейва. И ее обычно можно найти там. Угу. Голосование закончено? Нет, нет, нет. Еще раз, что я могу помочь с выборами. Должен с ними поговорить со всеми. Я уже говорил. Готов дать пару крышек. Чтобы сегодня проголосовали. Джессика, Рози, Боб и Шона. А ты, вы уже проголосовали. Первым. Ага. И результатов. Хорошо. Давай посмотрим, что записали в Пит-бое. А это не отметился квест, да? А в заметках, может быть, нет. Ну-ну. Это у нас Джессика. Жебрамины сегодня воняют. Воняют, да? Дейв дал разрешение? Ладно. Угу. Республики, обсудить выборы. Обсудить выборы. Помогу, чем смогу. Хм. Какие есть кандидаты на выборы? Один Дейв. Он единственный, кто баллотируется. Угу. Ты не думаешь, чтобы баллотироваться в президенты? Не может быть. Надо совсем спятить, чтобы соперничать. Как же демократия? Подожди. Еще кое-что спрошу. Больше узнать о республике. Увидимся, Джессика. Я в безопасности у Дейва. У Дейва сейф есть. Дейв. Это кто? Это Рози. Говорят, Дейв разрешил тебе остаться. Ну, добро пожаловать, чужак. Только ты с детьми поосторожнее. Угу. Больше узнать о республике. Конечно, дорогуша. Ага. Но лучше не задерживаться. Или Дейв начнет интересоваться, почему мы говорим. Мне дали разрешение. Расскажи о себе. Да нечего особо рассказывать. Я жена Дейва. Ну, то есть, первая жена. Первая жена. Я живу здесь уже много лет. Хм. А у него две жены? Ну да, мы с Дейвом поженились, пока он странствовал по пустошам. Еще до того, как он у наследовал республику. Такой фарс, действительно. После рождения Ральфа, Дейв заявил, что президент республики должен повторно заселить пустоши. Угу. Ну вот с тех пор у него вторая жена. Президент, да, серьезное заявление сделал. Что ты думаешь о республике? Здесь много воды и еды, а сам комплекс в относительной безопасности. Я рада, что здесь, в дале от пустоши, можно воспитывать детей. Угу. Мне бы хотелось, чтобы мы больше торговали с местными караванами, но Дейв опасается, что их тлетворное влияние может ослабить республику. Угу. Так, расскажи еще о Дейве. Дейв хороший человек. Он воспитывает всех детей и дает им кучу дел. Он купил множество игрушек, пусть даже и не признает это. Он поставил Шона учительницей младших классов. Она сейчас в музее Дейвана завтра. На западе республики. Ладно, все, что надо было знать. Да, детка. Обсудить с тобой выборы. Выборы здесь всегда проходят с большим азартом. Угу. Не думаешь баллотироваться? Веришь или нет, но мне доводилось водить группу побольше. Это продолжалось много лет. И у нас неплохо шли дела. Но о чем я только говорю. Соперничать с Дейвом это то же самое, что предать его. А как же демократия? При тебе дела могли бы началась новая эра республики. Демократия Рози. Это правда. Дейв просто мной помыкает. Пора все изменить. Пора все изменить. Так. Ваша республика. Это понятно. И иди проголосуй, если до этого еще руки не дошли. Надеюсь, за себя проголосуешь. Их всего пятеро. Надо сделать три против двух. То есть надо всех переубедить. А вот это ящик для голосования. Нужен ключ. То есть можно еще, по-моему, у Дейва упереть ключ. Знаете что, президент? Что еще подарок тебе требуется? У меня для вас есть подарок. Обсудить выборы. Выборы еще идут. Не, не, не. У вас появился соперник, господин президент. Соперник? Серьезно? Но, но, постой. Нет, это свободная республика. Пусть народ сам сделает свой выбор. Я уверен, что меня признают истиной законным правителем. Так, интересно, когда эта серия выйдет? Это, наверное, после выйдет, после событий важных. Но, ребята, мы абстрагируемся, правда? Теперь я попытаюсь всех переубедить, голосовать. Воняют бромена. Да. Обсудить выборы. Обсудить выборы. Розе тоже баллотируется в президенты. Убедняшки нет особых шансов, правда? А ты, это у нас вторая жена Дейва, да? Свою кондитатуру? Нельзя. Подожди, давай еще кое-что спросим. Давай расскажи о себе, наверное. Это я понял. Ты вторая жена Дейва, да? Первая жена. Вторая жена это Розе. Потому что она старая и больше ни на что не годится. Расскажи о себе Джессика. Мне нечего сказать, кроме того, что Дейв мой муж. Мой, понятно? И мне наплевать, что там говорить о том. Джессика будет явно голосовать за Дейва. Розе когда-то командовал на пустошах. Она считает, что лучше меня. Она один раз даже осмелилась приказывать Дейву. Да ты что? Ха-ха-ха. А Дейв? Для тебя это президент Дейв. Президент Дейв чужак, да? Обращайся к нему как положено, или мы тебя пристрелим. Слышишь, ты не выпендривайся тут. Я же могу вообще всех положить. Эгоистки Розе с ее обрысками. Мои дети будут намного лучше, чем ее. Ну-ну. Что думаешь о республике? Дейв – великий лидер. Великий лидер. Он восстановит цивилизацию на пустошах. Когда-нибудь скажут, что все начиналось здесь. Все начиналось в 13-м убежище, на самом деле. Я не могу ее переубедить, судя по всему. А выборы? Да. Она… Ну, иди голосуй тогда. Иди голосуй. Я в карманы к ним лазить не буду. У меня не получится. У меня очень слабый навык. Значит, они двое голосуют за Дейва, а Розе голосует за себя. Еще двоих надо переубедить. О, еще двоих. Вот этот вот молодой человек. Давай еще вискаря выпью для храбрости. Помощь. Вискарь. Что у нас по харизме? Пять. Слушайте, мало, ребята. Навык красноречия. 93. Боб. Боб тут местный шериф у нас, посмотрите. Обсудить выборы. Розе баллотируется в президента. Ты не думаешь о том, чтобы баллотироваться в президента? Здорово было бы стать президентом. Все бы меня слушались, а если что не так, на пустоте. А, надо не только зародить, значит. Я бы сделал себя... О, грамотно. Хе-хе-хе. Чтобы меня не поперли на следующих выборах. Но мне не надо баллотироваться. Однажды Дейв просто сделает меня главным. Так это же монархия. Это шо, не учился в ихней школе Дейва, а? Дейв погряз в коррупцию. Для республики нужен новый символ свободы. Да, я ему покажу. А когда я стану главным, всем придется признать, что я не хуже Дейва. Даже лучше. Так, иди проголосуй, если до этого еще руки не дошли. Надо было с этим сперва поговорить, а потом с мамашей, слышите? Мамаша проголосовала уже, слышишь? Ты уже, наверное, проголосовала. Боб и Розе тоже баллотируются. А что вообще происходит в этом городе? Революция! Так. Ну иди про... Не, пока что не голосуй, подожди. Пройти пока. А Дейв как на это? Эй! Президент! Республика сама собой убит. Угу. Выборы. Нет, а уже нет. Про Боба нельзя сказать. Но еще кто-то остается. Может за Боба проголосует. Слушайте, мамаша за себя первая жена проголосовала. Ты проголосовала, Джессика? Иди и проголосуй. Ты уже проголосовала. Может провалю. Может провалю. Не получится совершить революцию. С кем там еще надо было говорить? Музей Дейва. Кхм. Так. Начнем занятия. Занятия. Сейв, значит, сделаем. Занятия. Занятия в школе Шона. Пожалуйста, пожаловать в музей Дейва. Угу. Что ж, тогда я начинаю экскурсию по музею. Давайте послушаем. В дальнем правом углу от меня стоит коляска, который наш великий лидер спал во младенчестве. В отличие от других младенцев, он никогда не плакал. А его какашки приедут. У Дейва было восемь братьев и сестер, из которых он составил свою бейсбольную команду. Команда получилась настолько классно, что команда пустошей испугалась и ни разу не вышла играть против нее. Этот чемоданчик Дейв взял с собой, когда ушел. Не в силах больше смотреть, как отвратительно его отец управляет страной. Угу. Пупс восприятия. Вы нашли коллекционного пупса World Tech. Надпись на постаменте гласит только наблюдением. Можете выявить слабость, восприятие увеличено. Эти артефакты помогли преимножить государство республики. Дейв собирает военные трофеи, включая голографические записи и оружие. Этот глобус олицетворяет нашу планету, которую Дейв измельчил вдоль и поперек. И пусть размер вас не обманывает. Мир по меньшей мере раз в 50 больше этого глобуса. Не знаю, откуда там взялась эта покрышка. Это оружие применялось против США до начала бомбардировок. Возможно, Дейв приобрел его во время программы. Дейв тут все сделал, я понял. Дейв дал тебе разрешение? Да, Шона. Это мы поняли. Я директор музея Дейва, где дети республики могут узнать о своем наследии. Ага. Так, обсудить выборы. Я не думаю, что могу помочь. Тебе же есть 18. Ты знаешь, что Боб и Рози выставили? Ты думаешь о том, чтобы баллотироваться? Категорически нет. Если мне разрешат, я и дважды за Дейва проголосую. Вот как? Я знаю, что Боб и Рози выставили кандидатуры. У нас впервые столько кандидатов. А плохо, что ты за Дейва. Тебя нельзя переубедить? Еще кое-что спрошу. О республике. У Дейва две жены. Дейв внес поправки в консервативные и брачные законы правительства Тома, вскоре после создания республики. Многоженство сейчас считается одной из основных свободных свобод республики Дейва. Угу. Расскажи о себе. О себе? Я просто заведую музеем и учу самых маленьких. Самым простым вещам. Ну там правда, справедливость, воля Дейва. Угу. Дейв спаситель. Спаситель. Он принес мир и порядок в тот хаос, который сотворил человечество. Если хочешь узнать больше, приходи к двум часам. Да я уже прослушал чуть-чуть. Республика. Какая-то история республики Дейва ничуть не уступает история великих держав, существовавших до войны. Слушай, как же тебя переубедить? Все, что надо было знать. Выборы. А свою кандидатуру? А, разве? Мне не разрешил. А ты не хочешь? Ух ты. И... Ну я даже не знаю, что-нибудь еще. Может еще тут какую-то гадость можно сделать им, а? А что, у этого Дейва собственный музей? Ну да. Здесь представлены экспонаты времен приключений Дейва. Дейва, да. Там он все. Нимп уже вырос у Дейва. Я провожу экскурсию каждый день с двух часов дня. Непременно заходите. Зайдем обязательно. Музей принимает пожертвования? Я раньше об этом не думала. Почему ты спрашиваешь? У меня есть на продаже несколько сувениров из жизни Дейва. Отлично. Я буду рад получить твои пожертвования от имени республики. А еще Дейв увеличил бюджет музея на этот год. Я собирался купить книжки для детей, но это гораздо важнее. Могу продать тебе эти реликвии Дейва. Что у тебя есть? Не знаю даже. Молотов кола. Урон-то не охотничье рожье поломанное. Да. Штурмовая винтовка, например. Дейв за США воевал же, конечно же. Шлем рейдеров-взрывников. Например. Очки в черепаховой оправе. Дейв у нас интеллектуал, да? Что еще? Мерстаг, заколка, кожаный ремень. Лапа когтя смерти. Дейв убил когтя смерти. Пачка сигарет Дейв курил. Ядовитая железа. Оставлю 8. 365. Ну и блок сигарет Дейв контрабандой тоже помышлял. Да? Принять. Какие чудесные экспонаты для музея Дейва? Угу. Так. Иди проголосуй. Если... Тебя Дейв послал мне это сказать? Угу. Ты почти с Дейвой ростом. Да ты что? Папочка президент говорит, что все, кто не из республики, плохие. Угу. Папочка президент говорит, что все, кто не из республики, плохие. Я понял. Что-то чемоданы у Дейва. По-моему, не удается мне их переубедить, проголосовать. Ну пусть они голосуют как есть. Пятеро, да. Женское общежитие сюда нельзя. Джонни им можно везде, но Джонни хочет посмотреть, чем закончится этот фарс. А потом их всех, может быть, перестреляют. А может и нет. Хе-хе-хе. Ну это антиутопия конкретная, причем. Наверное, надо... Наверное, надо подделать выборы тут, ребята. Иди нашу республику к славным свершениям. Да, она тоже за Дейва. Трое за Дейва. Включая Дейва. Может быть, можно было себя выставить. Это было бы шесть. Поломать все. Но выборы окончены, судя по всему. Или у Дейва украсть ключ, открыть, подмешать бюллетени. Да, Дейв. Обсудить выборы. Все проголосовали. Отлично. Голосование закончилось. Ах да, чуть не забыл. Вот твои крышки. Продолжай то, что мы ждем. Через несколько лет. Через несколько лет я отдам тебе гражданство. Ну-ну, Дейв. 25 бутылочных крышек. Давайте посмотрим подсчет голосов, ребята. Господи, как же брамины сегодня воняет. Ну ж не говори. Посмотрим, что у нас тут. Голос за меня. Еще один голос за меня. Привет. Голос за Рози. За Боба. Так. После подсчета голосов президентом становится, невзирая на некоторые сопротивления, похоже, победа осталась за мной. Демократия. Да. Чем президент Дейв может помочь? Можно их всех перестрелять. Но я ключ у него получил на самом деле. У нас остался гуль. Я не буду их стрелять. Это явно злой поступок. Но тут забавно вот это сделано. Тут урна для голосования. Меня обнаруживают. Дейв. С миром. С миром покойтесь свои. У тебя сейф тут. А то сейф так просто не открыть. Ну я пупса зато тут получил. У меня ключи есть. И теперь по заданию надо мистеру Крауле принести ключ. И я решил, что мы его грохнем. И эти ключи заберем. Мистер Крауле нам что-то недорассказал. Что по поводу, кстати, выборов. Что скажут кандидаты, которые провалились. А? Мне вот интересно. Говорят Дейв. Да. Извини, Рози, ты не выиграла. Не выиграла, да? Ладно. Это не последний выбор. Вот-вот. Хм. А ты что скажешь? Дейв дал... Хм. Знаешь, чем закончились выборы? Дейв снова выиграл. Я за него, между прочим. Ну это понятно. Ты же его теперешняя жена. А Боб что скажет? Билли Боб. Куда он пошел? Загон для браминов или куда? Что это у нас? Я в общежитие не могу заходить. Я Боба не вижу. Слышите? Боб в женское общежитие пошел? Я видел, он тут тусуется. Боб. Слышишь? Вот, во втором Фоллауте и в первом был старина виски Боб. Во втором Фоллауте? Во втором, да. Старина виски Боб. Серьезный очень молодой человек и серьезный бизнесмен. Куда... А вот Боб ходит. Слышишь, Боб? Боб. Говори же, не тяни. Хм. Результаты оглашены. Удачи на следующий год. По мне, намного лучше тебе голову снести. Ладно. Слышишь, а можно было тебя... А, что она? У Дейва две жены? Это мы поняли, Боб. Это мы поняли. Главное, после Дейва. С Розой или Джессикой. Это жены Дейва. Понятно. Две жены? И от них обеих проблем не оберешься. Стоит хоть немного ослабить контроль, и они уже обе в слезах. Вот это у нас мистер Куртой, да? Ладно. Прекрасно. Ваша республика больше не существует. Готовьтесь вернуться под властью пустоши. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Отличный визит. Сейв. И дуем мы к мистеру Крауле. Карта мира. Дудь нам далеко, но мы и сделаем это в исторический музей. Погнали. Ох, мистер Крауле, все ключи сейчас будут собраны у вас. И мы вас аккуратно должны грохнуть. Я принял, 390 стимуляторов там писала. Искарь действие закончилось. Да, ничего страшного. Так, исторический музей. Все дела. Кто-то тусуется. Слышишь, кого-то поджидаешь, красотка, а? Проклятье. Зачем было говорить Кэрол, что Харри мертв? Нуродно было придержать язык за зубами. Знаешь, не всем нужно слышать правду обо всем. Она была совершенно спокойна. Думай, что он там нашел свое щаски. Ну, что поделаешь? Просто закажи что-нибудь и уйди с глаз моих. Угу. То есть, я сильно разнервничалась. Вышла покурить, да? Грета, ну ладно. Заходим в подземелье. Интерактивно тут все персонажи организованы. В отличие от классических все-таки фоллаутов. Я не знаю. Скорее плюс, чем минус. Майра Браун, даже смотреть на тебя не хочу. Что-то сегодня не выспалась, очевидно. Майра Браун, плохо выглядишь. Где тут этот был? Наш пассажир. Вот он, мистер Краулин. Давай, ключ Дэйва. Но он не мертв. 25 крышек. Дэйв останется жить. Угу. Ты там удвоить должен был. Расскажи, где находится форт Константин. Это довольно далеко. На северо-западе отсюда. Но тебе от этого знания никакого проку пока ключей нет. Ну-ну. Пройти. Нет, что у меня есть ключи. Дело сделано. Я тебе заплатил. Так что валя отсюда. Мне пора собираться в дорогу. Отлично. Что берем? Науку хотел, да? Красноречие 80. Давай поднимем 90. Еще 10 очков в науку. Наука 75 смогу взламывать. Давай тоже до 80 и все. Перки. Что тут у нас? Хакер. Вот есть. Домушник есть. Можете пробовать повторно вскрыть любой замок, даже при сломанной при попытке взлома силой. Или хакер. Провалить попытку взлома и не суметь жалеть чужой компьютер. Случается со всеми, но не с настоящим хакером. Попытаться заново взломать терминал. Живчик. Домушник. Домушник давай возьмем. Думаешь, мы такие красивые? Ну-ну. Джонни начинает слежку. Двухровля надо... Где он пошел? Вот он идет. Сейчас ты только выйдешь из этого подземелья. И Джонни совершит последний выстрел из магнума и из тех ключей заберет. Что ты думаешь? Да маркер карты дал на этот форт Константин? Константин Григорьевич. Он далеко, конечно. Я туда полезу за кадром. Ребята, наверное. Крауля идет потихоньку. Слышишь, Крауля? Мы тебя преследовать будем аккуратно. Стимуляторов мало. Надо покупать, ребята. Надо... 39 стимуляторов. Можно не пройти игру с таким количеством. Так. Нас обнаружили. Джонни крадется. Опа! Обнаружили Джонни. Да понятно, что меня обнаружили. Тут же освещение еще, кстати, на это влияет. В Фолочи. Вот. На стелс и на все остальное. Крауля в развалочку идет. Выходит из музея. Да? Ну-ну. Мистер Крауля. Где он? Куда он делся? Слышишь, Грета, а вы пустили его или что? Ключи надо забрать обязательно. Это Виллоу. Куда делся Краули? Я за ним... Я прямо за ним выходил. Грета. Краули свалил. Слышите? Может он стелс-бой использовал? Хм. Нету Краули. Посмотрите. Тут кто-то еще тусуется. Это Грета. Ну. Это за дверями. За дверьми. Так. Житель, житель, Цербер, житель, Уинтроп. Житель. Житель. Крауль скрылся. Вот так собака. Слышите? Не видать мне ключей, судя по всему. А форт Константин я тпшнуться не могу теперь. Можно тут подождать, поискать на самом деле, что тут есть. Пока Краули. Но я его не вижу, чтобы он выходил. Нас же хитро сделали. А в форт мы теперь вряд ли попадем. Да. Тут туалет. Это все понятно. Урна. Пачка сигарет можно будет продать. Пора опять хлам собирать. А тут у нас что? Исторический музей тоже. Туалеты. Аптечка может быть урна. Блок сигарет. О. Ну Краули скрылся. Скрылся я. Ребята, тут только Уиллоу сторожит. Краули. Конечно, да. Уиллоу не видела Краули? Слышишь? Что там дело? Турист. Турист. Не, не видела, очевидно. Краули удалось скрыться. Да, Гуль меня провел. Ребята, Супер Мутант Бестия там ходит. Отыграемся на Супер Мутанте Бестии. Это да, что надо полутать их быстренько. Я хоть попал хоть один раз, а? Меня вот это интересует очень сильно. Он бежит, потому что из снайперки выстрел. Сейчас еще по машине попадет, а эта машина уже не взорвется. Еще выстрел. Мы твой миниган должны продать, только надо попадать по минигану самому. Слышишь, давай зваться, может, я накидаю по голове. 62, плохие вероятности. Ой, я еще в парике. В парике великого Авраама, да? Так, выстрел, выстрел. Заходит сбоку уже. Ты один тут у нас, мистер? Тут еще гранатометчика я так и не залутал. Сейчас, давай-ка ты... А у меня не хватает, не хватает очков действия. Не, хватило, роняет он свой миниган и бежит на меня. Так, ну и что? И получает еще под зад. Не убиваю его таким вот образом. Достает миниган, надо добивать. Бестию. Последний патрон. Ох, я под раздачу попадаю, ребята. Готов. Этот супермутант пустой. Так. Миниган стоимость 4. Очень слабенький. Ну-ну. Больше нет супермутантов? Наверное, нет. Все, Дэйва сделали. Там что-то еще светится. Бежит Краули! А ну-ка стоять! Слышишь? По голове выстрел. Не, надо, чтобы свидетелей не было. Вот Краули выждал момента и бежит здесь. Сейчас мы тебя возьмем. Супермутант, сам того не зная, помог просто, ребята. Забираем Краули. Быстрее, Джонни. Мало патронов осталось. Сейчас в стелс надо. И быстро его подстрелить. Мистер Краули, мы не закончили. О-о-о! Какой Краули крутой. У него крутой ствол. Слышите? Пистолет. Как у меня. Проклятие. Что вы не говорите? Слышишь? Мы тебя трубой возьмем. У тебя крышка мина. Стимулятор колет. Приготовил. Смотрите, в руке держит. На, получи сюда. Так, получи, говорю. Перезаряжает пистолет, роняет его. Нож достает. Слышишь? Не, пистолет все-таки достает. Я достану тогда тоже оружие серьезное. Боевой дробовик. Не-не-не. Миниган нет. Это для тебя засильно. Свинцовая труба. На четвертый слот отправляется. Мистер Краули. Мажешь стимулятор. Получи по голове. С таким глухим звуком. Готов, мистер Краули. Магнум. Боевой нож. Бултылочная крышка. Довоенный деловой костюм. Особый ключ Дукова. Дэйва. Теда Стрейера. Патроны магнума и стимулятор. Слышишь? По-моему, не все ключи были. Тем не менее, я их подобрал. И теперь смогу туда слазить. В этот форт. Но это будет за кадром. Я туда, потому что в кадре не хочу делать. Я хочу закончить уже основной фоллаут. Поэтому мы думим по основным квестам, ребята. Да? По основным квестам. Привет, Сити. Задание у нас что осталось? Живая вода, а песня гады. Вот это мы еще сделаем. Живая вода надо не в Ривит Сити дуть, а в Мемориал Джефферсона. Присоединиться к ученым по проекту Чистота. Скоро 19 уровень. Ну-ну. И? И мне надо где-то накупить стимуляторов под сотни. Музей Джефферсона и сувениров. Заходим, посмотрим, что там папаша скажет. О. Тут супермутанты еще стреляные. Но они лутанные уже все. Так. А этот не лутанный. Собачье мясо. На дороге не валяется, говорит Джонни. И все подбирает. Что здесь у нас? Супермутант бестия. Мясо кратокрысов. Мясо кратокрысов. А куда мне идти вообще? Что-то я ученых тут не вижу. Вот тут кто-то тусуется. Прекрасно. Энжи Корт. Прекрасно. Прекрасно. Я про тебя наслышан. И как по мне, тебе и здесь не место. Так что не лезь под рук. Ты мне тут не выпендривайся, слышишь? Пройти. Ты не хватает, что плохо. Слышишь? Я интеллекта хватит. Тут кто? А, папаша халат одел уже, слышишь? Это не папаша, это... Алекс Дергон какой-то. Ну, мне не сюда. Мне надо отца искать. А тут? В туннеле Тавта нужен ключ. Не-не-не. В ротонду дуем. Дуем в ротонду. Тут тоже супермутантов стрелял. Мясо кратокрыса. Что тут у нас? Доктор Ли. Мое почтение. Мне отца найти. Отец где-то тут. А что, халат не одел? Вот мы и здесь, где все началось. Допомню я цитату. Мамину любимую цитату. Откровение 21. Есть альфа и омега. Альфа и омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром... Да-да-да, давай сделаем. Вот что это значит. Вода живая. Не будем. Так. Что надо делать? А, он заметку мне еще дал. Проект был заброшен вскоре после твоего рождения. Это мы знаем. С тех пор многое пришло в негодность. А часть комплекса затопила. Угу. Тебе нужно добраться до насосной станции и включить насосы. Чтобы мы откачали воду и могли добраться до суперкомпьютера. Ну окей. Почему я? Разве кто-то другой не может это сделать? Странно, нет. У всех остальных свои задачи, которые надо выполнить, как только пойдет энергия. Ну-ну. Не беспокойся. Я буду давать тебе инструкции по интеркопу. Ты справишься. Отлично. Куда мне идти? Когда пошла вода, автоматические двери закрылись. Поэтому тебе придется идти к насосам по туннелю. Откроешь проход. И присоединиться к ученым, включить питание насосов от качки воды. Доктор Ли. Выдайте отцу халат. Что он тут без халата тусуется, а? Сейчас мы все тут быстро сделаем. Джонни науку вкачал. Все сейчас должно получиться. Правда? О, прекрасно. Сюда? Нужен ключ. Нет, нам не сюда. Очень интересно. И не сюда. А куда? А, сюда. В технические помещения. Да? Супермутант. Мясо от тараканов. В подвал. Папаша посылает в подвал. Сейф. Так. И. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Надо включить питание насосов от качки воды. Использую стимулятор. Тут я уже был в этих подвалах. И супермутантов тут стрелял. Куда мне идти, непонятно. Немного. Эта дверь закрыта. Мейн фрейм. Тут нету питания. Значит, нам надо его включать. Все подписано. Гифт шоп. Это магазин подарков, сувениров. А вот тут интерком. Как ты там? Консультация нужна? Да нормально. Где нахожусь? Куда идти дальше? Насос для откачки воды у южной границы этого... Я руку вижу. Хе-хе-хе-хе. А где я нахожусь? На этаже охраны. Ага. Здесь стоят танки для воды. Я понял. Пора идти. Продолжай свои добрые дела. Добрые дела, сынок, да? Ну-ну. Это руки кентавра. Это комната охраны. Вниз, очевидно. Супермутанты еще. Бестии эти лутанные. Так, куда-то сюда, наверное. Тут я лутал сундуки. Да, я тут уже был. Все осмотрел на самом деле. Куда-то сюда. Флут контрол и ССА-1. Но тут запутано, конечно, когда... Боже, просто. Я запутываюсь. Есть где-то интерком? Не вижу. Вот сюда, может быть, куда-то. Давай действительно по карте смотреть, потому что запутано. Мне надо в музей Джефферсона и сувениров. Мне надо туда куда-то проходить. А я делаю сейчас полукруг. А, это я иду к комнате. Слышишь? Все в порядке, спасибо зарядке. Это мы поняли. Где я нахожусь? На этаже охраны. Я поднялся опять. Возвращайся скорее, слышишь? По карте давай. Вперед и направо. О, Богорок лежит, посмотрите. Что тут еще? Бейсбольная бита. Кто-то тут баловался бейсболом. Вот сюда надо идти, очевидно. Вперед и направо. Интерком. Включить насосы. Ага. Беганина какая-то начинается. Вот тут патроны еще. Я тут все лутал. Взять у папы предохранитель. Ну, мы водки выпьем, наверное, и туда возьмем предохранитель. Хе-хе-хе-хе. Что еще здесь? Пробирки, посмотрите. Прикольно. Эх, Fallout 3. Бетезда. Бетезда. Те, кто разбираются во вселенной, то они могут нарекать. Ну, а те, кто смотрит, может быть, из вас, да я уверен, что есть такие люди, но у меня точно такие зрители есть. Для них все, все окей. То есть, Fallout, может быть, третий не покажется какой-то сильно глупым. Но я не знаю. Мне вот интересно ваше мнение написать. Например, того же Петровича или Мария. Ну, мы обсудим это, конечно, все. Димыч знает там. Ну, и остальные тоже знают, наверное. Ротонда. Сюда иду или нет? Или батя уже переместился? Не, в ротонду Мемориала. Сюда иду. В ротонду вот так можно проходить. Все, где там отец со своими предохранителями, а? Где тут? Привет, отец. Я еще вам надо поговорить. Да, о чем? Я слышал слухи о том, что я зашел в твоем участии. Ты о чем? Мегатона уничтожена. Ты... Ты случайно не имеешь с этим... Слушай, это просто бизнес был. Просто будет бизнес. Мой папа, который меня бросил, будет считать мне мораль? То, что я сделал, с этим просто не сравнится. Ну, ну, ну. Все эти люди. Ты все равно мой сын, я люблю тебя. Но я не могу даже выразить, насколько я тебе разочарую. Мы поговорим об этом как следует, когда будет время. Ага, ремняющим меня сдаешь, да? Сейчас нас ждет работа. Работа. Предохранителя. Да, при затоплении часть предохранителей внизу, закоротила. Ага. В том числе в механизмах автоматических дверей. Вот, держи предохранители. Коробка находится в подвале, почти в конце восточной части уровня. Ну, ну. Когда предохранители будут установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Так, что надо делать? При предохранителе. Взять, заменить пригоревшие. Пройти, будь осторожен. Будешь мне еще рассказывать, как мне серьезный бизнес делать на пустоши. Слышишь? Тут это. Опять туда надо идти? Или нет? Судя по всему, опять надо туда бежать? Нет, это уже где-то здесь ребята находятся. Нет, надо идти опять в подвал. Микотня. Микотня. Серьезная научная деятельность. Мы на подхвате. Джонни на подхвате. Предохранители. Вот тут их менять или нет? Непонятно, где их менять. Давайте посмотрим. Их надо менять в комнатах. А эти двери заперты. Тут может быть. Я не понимаю, где менять предохранители. Так что надо, наверное, у него спросить. Да, нужна. Куда дальше идти? Очень интересно. Добрые дела. Добрые дела. Добрые слова, добрые дела. Посмотрел этот Господи, Богемская рапсодия. Отличное кино. Но, по-моему, перебор небольшой был совершен там. Все-таки Фредди, судя по концертам, которые я смотрел, Фредди был помужественнее. Помужественнее был по концертам. Музыка, конечно, гениальная у них. Тут это не обсуждается просто. А каким он был и с кем он это все делал, это его личное дело. Точно так же, как личное дело Джонни было взрывать или не взрывать. Джонни решил взорвать Мегатонну. И куда идти по карте? Вперед, вот сюда куда-то. Джонни решил взорвать Мегатонну, потому что это был серьезный бизнес. Джонни надо было какой-то стартовый капитал сделать на пустошах. Слышишь? Тут можно их менять. Не, не тут, ребята. Где-то здесь. Я прямо по курсу. Вот они! Вспомогательный блок. Вспомогательный блок. Ты сможешь подключиться к компьютеру. Не надо возвращаться в зал управления. Просто иди прямо туда. Куда? Прямо сюда. Иду прямо сюда. Я прямо тут. Я не прямо тут. Давай поближе к карту. Нет, прямо. Прямо тут говорят. Ну, слушай, я тут компьютеров не вижу никаких. А, сюда? Куда дальше идти? И на нужном этаже. Иди к западному. Большую автоматическую дверь. Мы ее типа запитали. Мы поняли уже? Кто это мы? Я тут один. Не, отец в интеркоме. Сейчас еще по карте. Большую металлическую. Слышишь, меня карта только путает, по-моему. Сейчас надо сделать... Где-то она здесь была. Это патроны. Это тут комната, в которой он тусовался. Это интерком очередной. Вот сюда надо идти. На right control. Немножечко запутанные подземелья. Ну, что подделаешь. Опять куда-то... Я на нужном этаже только что был. А сейчас я круг делаю, ребята. Джонни запутался. В трех соснах. Воды можно попить радиационной. Хуже не будет. И сейчас не запутаться. Вот здесь. Поднимаемся наверх. Да, к железной двери. Ну, правильно, правильно. И вот тут она где-то была. Тут зеленым горит. Посмотрите. Дверь открывается. Готовлю магнум. Компьютер огроменный. Слышите? Как суперкомпьютер был в классике. Понеслась. Используй интерком, чтобы я мог объяснить тебе, что дальше. Хорошо. Здесь, в зале управления, нужно еще кое-что починить. Почему бы тебе не вернуться и не помочь мне? Отлично. Есть еще одно важное дело. Жениц говорит, что в одной из спускных труб образовался засор. Засор. Я как раз по пути. Вернись на музейный этаж и вызови меня по интеркому, когда придешь. Я понял. Надо вантус взять, чтобы засор зачистить. Есть тут где-то вантус? Не вижу. Да. Ну такая беготня. Беготня у нас. Джонни в этом парике. Слушай, Джонни, надо одеть шляпу, наверное, какую-то. Деловой костюм. Шляпа с фетрозащитными очками. Восприятие повысим. Хорошо. Музей. У меня восприятие очень хорошее сейчас. Потому что я еще пупса нашел. Что у нас вообще по спешлу? 7, 9, 6, 4, 6, 7, 6, 8. То есть тут за спешл вообще не надо париться. В этом фоллауте. Теперь нам не сюда, наверное, нужен ключ. Но отец говорил по интеркому связаться с ним. Карта местности. Не, в насосную станцию надо пилить. Не через тоннели. Путаю, путаю. Эту аптечку не проверял. Проверял, грязная вода. На насосную станцию надо идти. Вот туда мы как раз не ходили. Кто это сказал? О, Анна Холт. Здорово, Анна. Доктор Ли, правда так умна, как они говорят? Точно поумнее многих. Хотя разговорчивой ее не назовешь. Она еще такая милфа, ребята. На самом деле. Ой-ой-ой, Джонни. Харизма маловато, чтобы делать такие штуки. Ну-ну. Окей, сэр. Да. Есть, сэр. Я иду внутрь. Отлично. В трубу. Насосная станция. Так. Лезем. Лежит книги какие-то лежат. В трубе лезу, как Гордон Фримен просто. И колпачок. Слушайте, это проходит в столичную пустошь. На, нам надо переходить через эту станцию. Так. При беге производите больше шума, чем при ходьбе. Ну-ну. Вот этот вентиль. Все, готово. А тут заперто. Фильтрационный нужен ключ. Что такое? Посмотрите. В военной форме? Офицер анклава и солдаты анклава. В военной форме. В военной форме. Медисон, запри дверь. Так. Надо туда возрождать. Нужен ключ? Как это взломанный замок? Что это такое? Я теперь только через этот могу пройти? Ну-ну. Ладно. Проходим тогда. Тут не разбиться бы. Джонни. Так. Сейчас, судя по всему, начнется заваруха небольшая. Сейф. И бежим вперед. Просто вперед. Анклав. Что у меня по оружию? У меня есть снайперка. У меня по оружию все не очень хорошо. Надо приготовиться. Шляпы. Это все понятно. Тут мало патронов. Патронов уже мало, ребята. Придется из калаша стрелять. Миниган. Молотов кола есть. Слышишь? Урон 334. Плазменная винтовка. Труба. И все. По оружию плохо. Все. Боевой дробовик. Еще может сработать. Старичок. Готовим калаш. И заходим. В подвал мемориала. Откуда это я выхожу? Солдат противник у нас. Слышите? Ну давай по левой руке. Так. Я простреливаю хоть через эту решетку? Ну немножко. Потому что кровь полетела. Он серьезный ствол. Ребята. Прострелил молодого человека. Он еще и в броне. Он еще и присел. Ну-ну. Какие-то взрывы пошли. На получи из калаша. Несколько пуль. Так. Все. Сейчас будет готов. Нападение совершено на ученых. Это недопустимо. Я считаю. Лутать его. Да. Потом залутать успеем всех. Главное. Спасти ученых. Готовлю магнум. Поэтому. Супер матанты. Все дела. Добрые дела. Да. Есть кто-то? Никого не вижу. А. Вот тут он был. Солдат. Где он? Вот он. Нету его тут почему-то. Странно. Я же через эту сетку стрелялся. Вот он. Кексы из болотника. Лазерная винтовка. Микроядерная батарея. Плазменная мина. Силовуху. Давай забираем. Стоит не очень хорошо. Но продадим в Ривид Сити. Иммузон боевой пошел. Фалач. Сейчас мы их всех постреляем. Что они тут думали? Научный проект сорвать? Стимулятор. И заходим. Так. Я вышел. Тут противник. Что-что? По-моему он гранату чиклит. Получается из магнума. Что ты? Мистер Железяка. Неплохо залетел я по нему. А у него лазерная винтовка. Да-да-да. Крит залетел. Готов. Все. Лазерную винтовку на базу. Броню свою на базу. Я перегружен. Не проблема. Сейчас мы эту силовуху зачиним. Теперь она стоит 350. Хе-хе-хе. Сулик стоит 350. Ну-ну. Кто в кломате начидил? Набухался. Бары разбил. Я не помню. Я стих там писал. А куда нам идти? Нам надо... Нам надо... На ротонду. Ну мы на ротонду и тут. Пройдем. Все происходит. Этот комплекс переходит под контроль правительства Соединенных Штатов Америки. Что-что. Руководителю предписывается немедленно выйти вперед и сдать все материалы, связанные с этим проектом. Это абсолютно невозможно. Это частный проект. Анклав не имеет здесь никакой власти. Прошу вас немедленно удалиться. Вот-вот. Я правильно понимаю, что руководитель вы, сэм? Да. Я отвечаю за этот проект. Тогда повторяю, сэм. Немедленно сдайте все материалы, связанные с очистителем. Извините, но... Далее вам предписывается оказать ученым Анклава содействие в приеме руководства установкой и ее эксплуатации. Полковник? Вы полковник, да? Мне очень жаль, но установка не работает. Она никогда не работала. Боюсь вы зря тратите время. Сэр, я повторяю последний раз. Немедленно передайте нам контроль на установке. У тебя револьвер, стреляй его, я ворвусь. Установка не будет работать. Мы так и не смогли повторить результаты лабораторных испытаний. О! Я рекомендую немедленно повиноваться, сэр, чтобы не допустить новых инцидентов. Вы меня поняли? Да, полковник. Я сделаю все, что вы хотите. Не нужно применять силу. Тогда немедленно сдайте все материалы, связанные с проектом и немедленно окажите нам содействие в запуске установки. Все серьезно, доктор В? Дайте мне несколько минут, чтобы включить систему. Так, не знаю, комментарии излишни. Судя по всему, ребята. Слышишь? Еще чуть-чуть. Ох! Подорвал установку отец. Давай выбирайся отсюда. Бегите. Что такое? Они погибают все там. Он радиацию там врубил. Аарк кричат, они в гуле и превратятся или нет? Пожертвовал собой. Джеймс, его больше нет. Нам надо уходить. В следующий раз они придут за нами. Надо эвакуироваться немедленно. Да? Что это было, черт подери? Джеймс, твой отец устроил перегрузку реактора. Он пожертвовал собой, чтобы не отдать анклаву очиститель и дать нам время бежать. За ними придут новые. Мы должны бежать отсюда, пока они нас не нашли. Иначе твой отец погиб в пустую. Он анклаву капец просто. Я не брошу отца. Ему уже ничем не помочь. Там убийственная радиация. Ты только умрешь вместе с ним. Надо выбираться отсюда. И немедленно. Понятно, как выбраться. Каждый, много лет назад, мы бежали через старый заброшенный туннель. Все наши знают, как найти его. Надо отправиться туда немедленно. Пошли. Немедленно, но в следующей серии. Ребята, довести доктора Ли до точки эвакуации. Получаем серьезное задание. У меня по патронам все хорошо, только по калашу. И посмотрим. Посмотрим. Управление шлюзом не могу активировать. Отец, прощай. Пожертвовал собой ради своего проекта. Значит мы, Джонни Третий, несмотря на то, что он сделал, должен просто отомстить. Отомстить. Это будет совершено месть. Каждый солдат анклава падет особенно мучительной, жестокой смертью. Вот так вот Джонни будет действовать. В следующей серии Fallout 3 близится к развязке. До свидания.